Всем привет! Действительно Иван Яковин. Наша еженедельная передача, посвященная главным мировым событиям. Одно из важнейших событий этой недели, я считаю, то, что я сумел договориться с Святославом Вакарчуком о том, что примерно раз в месяц мы с ним будем обсуждать всякие научные вопросы. Надеюсь, начнем уже со следующей недели. Ну, где-то раз в месяц, да, мы будем встречаться и обсуждать физику, последние события, самые интересные физические дела, потому что передача, которую мы сделали о квантовой механике, людям пришлась по душе, поэтому, я думаю, имеет смысл сказать о том, что вроде бы мы договорились о продолжении сотрудничества. Надеюсь, что у нас будет хорошо получаться. Поехали! Сегодня хочу поделиться офигенской новостью. Дело в том, что в мире у нас все сложно, поэтому для людей, которые мечтают покинуть нашу планету и переселиться на какую-то другую, есть замечательное просто известие. Анализ химического состава звезды, который называется РОС-128, выявил следующую вещь. Многие очень характеристики, вращающиеся возле этой звезды планеты, которая называется РОС-128b, такое романтическое название, очень похожи на Землю. То есть там, судя по всему, судя по разным абсолютно химическим параметрам, то есть главный, конечно, параметр, это так называемый, насколько уровень металла в этой звезде и уровень ее активности. Так вот, металла столько, сколько надо, металлов, уровень металлического стик, по-моему, как это так называется, столько, сколько надо, плюс эта звезда ведет себя очень спокойно, хотя это красный карлик, обычно красные карлики буйные. Вот этот карлик, какой и надый карлик, не буйный, хороший, поэтому на планете этой РОС-128b, скорее всего, можно жить. Ученые так прикинули, посмотрели по всем параметрам, уже вероятностью процентов так 80-90, там абсолютно нормальный климат, подобный тому, который мы с вами наблюдаем на Земле. Так что, если кто-то захочет после сегодняшней передачи куда-нибудь сбежать подальше с нашей планеты, то уже есть хотя бы куда бежать. Единственная проблема, довольно серьезная, до звезды 11, до вот этой звезды и, соответственно, планеты 11 световых лет, поэтому с современными, самыми быстрыми космическими кораблями лететь туда примерно 120 тысяч лет. Будем надеяться, что в ближайшее время будут изобретены двигатели, которые позволят добраться до этой замечательной звезды планеты гораздо быстрее, чем мы это можем сделать сейчас. Я даже почти не сомневаюсь, кстати, вот о двигателях, которые позволят нам добраться до других звезд, вероятнее всего мы и будем со Славиком Вакарчуком говорить на следующей неделе. Естественно, дополнительно об этом сообщим, если у нас встреча соответствующая состоится, поэтому следите за анонсами. Дальше, конечно, главное событие, о котором я сегодня хотел... А, нет, минуточку, еще не очень главное событие. В Иране произошла замечательная история на этой неделе. Одну местную блогершу с непроизносимым именем посадили в тюрьму, побили палками и заставили каяться на местном телевидении. Одели ее в такой мешок, закрывающий полностью ее там волосы, лицо, руки, ноги, все-все-все, и заставили ее каяться. Дело в том, что блогерш этой примерно 18-19 лет, точно там данные разнятся на этот счет, она промышляла тем, что, ну, добилась определенного успеха, тем, что танцевала и ролики со своими танцами под разную музыку, и местную, и западную музыку, и ролики выкладывала в Инстаграме. Инстаграм, по сути дела, единственная международная сеть, которая работает сейчас, социальная сеть, которая работает в Иране без ограничений. Там, Фейсбук полузабаненный, Телеграм вообще забаненный, Телеграм выживает только благодаря своим способностям, невероятным уходу от всяких банов. Ну, вот Инстаграм нормальный. Она в Инстаграм выкладывала, ничего такого там супер ужасного не было. Кстати, хорошо танцуют. Ничего ужасного не было на этих роликах. Ну, вот девушка симпатичная, танцует хорошо, и там поднялся просто ужасный скрежет зубовный. Местная теологическая власть решила, конечно, все это дело прикрыть, девушку закрыть, наказать каким-то образом, потому что, знаете, что, глядя на ее популярность, ее главная страничка там набрала сотни тысяч последователей уже в Инстаграме и продолжала очень быстро расти. Ее, правда, выпилили каким-то образом, не знаю каким, но тут же появились клоны, и клоны стали собирать под десятки тысяч последователей, да, фолловеров. Таким образом, выяснилось, что танцевать для Инстаграма это очень хорошее дело, очень популярно, и многие иранские девушки, и не только девушки, кстати, и молодые люди сейчас занялись активно этим делом, потому что хотят добиться себе такой популярности. В общем, это, знаете ли, можно. В Иране, поскольку почти все под запретом, любое проявление яркости, самобытности, оно сразу набирает огромную популярность. Так вот, девушку это наказали, но поскольку у нее появились последователи, которые в знак солидарности с ней тоже бросились танцевать, сейчас местное руководство решает, что делать с этой волной, закрывать еще и Инстаграм, или вообще всех сажать девушек, женщин. Еще такой неприятный момент. В Иране, знаете, исламская страна все регулируется исламскими законами, в том числе там есть закон, который позволяет мужчинам удочерять, точнее, девочек, и потом делать этих девочек своими женами. То есть, по сути дела, это узаконенное сексуальное рабство, причем в педофильном ее исполнении. Крайне неприятная штука, конечно, местные правозащитники протестовали, но никто не слушал, потому что подобная практика введена, в том числе и для ублажения, усложнения главных сторонников режима, то есть тех самых мул, аятол, которые на словах все такие праведные, праведники, что аж невозможно, а на деле приходят домой и там насилуют девочек. А кто и мальчиков, да? То есть, как всегда, вот эти вот люди, которые громче всех кричат о каких-то скрепах, оказываются самыми мерзкими, отвратительными извращенцами. Так в этой ситуации вот эти вот люди решили, как же так? Девочки, девушки, это же наш товар, это наша собственность, они не имеют права на самовыражение, решили их наказать. Надеюсь я, что все-таки ничего не получится у этих сторонников режима, что девушки, женщины иранские смогут все-таки добиться прав каких-то, хотя бы просто быть равными мужчинам как минимум, да, а уж потом там еще какие-то права, одеваться хотя бы так, как они захотят, имеют, конечно, полное право. Надеюсь, что у них получится, потому что, ну, слушайте, нехорошо, когда в стране в 21 веке мы уже тут изучаем другие планеты, у других звезд, а там действуют порядки 14 века, когда-ли там 4-го, 5-го, 6-го века, когда все думали, что звезды это светильники, которые прикреплены к стеклянной небесной тверди, да. Кое-чего менять надо, в том числе и в обществе, не только в нашем научном понимании. В общем, я надеюсь, что у иранцев все получится. Ну и главная история, у иранок в этом случае, да, главная история, это, конечно, Таиланд. Вот сейчас только что в новостях, я думаю, все слышали, что там происходило. С успехом вытащили 12 детей и их тренера, и там, слушайте, вся эта история наполнена каким-то диким количеством кинематографических, абсолютно кинематографических подробностей. Начиная от Илона Маска, прости господи, который со своей подводной лодкой припелся в Таиланд, ну, не он лично, да, его люди приехали в Таиланд, мини-субмарину привезли, с помощью которой предложили доставать из глубин, из этой пещеры, доставать детей. Лодка не пригодилась, точнее, как бы она, может, и пригодилась бы, но дело в том, что, насколько я понял ситуацию, пещера-то была настолько сильно изогнутая, настолько узенькая, что там человек едва-едва протискивался изогнутом виде, да, а прямая, довольно длинная вот эта мини-субмарина никак не могла пролезть. Но, тем не менее, лодку он свою притаранил туда, Илона Маска, причем лодку сделали за рекордные сроки из элементов топливных, там, каких-то насосов или трубок, использующихся в ракете Falcon 9, то есть самая популярная в этой ракете возвращаемая, испытать ее даже успели где-то там в бассейне в городе Лос-Анджелес. То есть вот одно это уже само по себе довольно интересно. Плюс в операции, оказывается, участвовали там десятки водолазов и других специалистов со всего мира, в том числе были американцы, британцы, французы, россияне, украинцы, даже двое украинских дайверов участвовали в операции, за что им, конечно, большое спасибо, честь и хвала. Один человек, один дайвер, к сожалению, погиб, причем героически, действительно, без всяких преувеличений погиб. Он тащил баллоны с воздухом, прокладывал для детей, вот этих запертых в этой комнате, в этой пещере, и дотащил, все сделал хорошо, но ему самому не хватило воздуха, и вследствие этого он погиб. Но, опять же, кинематографическая подробность, его организация, его похорон занялся Королевский дворец Таиланда, то есть Королевский двор, да, король почти что для Таиланда, это невероятная честь. Это, ну, что-то вот на грани взяли живым в рай, вот что-то из этой серии. Плюс, оказывается, ну, я не знаю, насколько это правда, я, вот, честно сказать, этот момент не проверил пока еще, но слышал историю, что учитель детей, чтобы не допустить паники среди них, научил их там медитировать, и, дескать, они сидели там и медитировали. Ну, может быть, это и неправда, но каким-то хитрым способом он сумел достичь того, что после девяти дней, проведенных в полной кромешной адской темноте, без еды, воды, постоянно сокращающимся запасом воздуха и без нормального туалета даже, эти дети не поубивали друг друга, мальчики тем более, да, подростки, а сидели и спокойно ждали, пока им помощь придет. Это уникальное достижение. Я думаю, с мальчиками-подростками часто и в нормальных условиях справиться очень сложно, а в девять дней в кромешной тьме в пещере, ну, слушайте, это подвиг. Я уж не знаю, с чего сделан этот тренер, но действительно героический человек. Ну, и плюс всякие штуки типа того, как они пытались сначала пробурить одним проход сверху, что-то у них там не пошло, пошло не так, вернее, они добурили до какого-то гранита и выяснили, что дальше только взрывать можно, а если взрывать, то эта вся пещера могла бы разрушиться, в общем, решили не взрывать. Думали оставить их там до окончания сезона дождей, тоже решили, что нет, ну его не надо, поскольку за это время дети могли просто там с ума сойти в этой пещере, конечно, приятного мало. В общем, их научили каким-то образом пользоваться водолазным снаряжением и вывели наружу. Молодцы, круто, честь и хвала. Ну и, естественно, тут же нашелся деятель, который собирается снять кино по этой всей истории. Вот тоже в новостях слышали. Я, кстати, впервые вот сейчас в новостях услышал об этом. Ну, я практически не сомневался, что кто-то найдется. Но там, насколько я понимаю, этот мужик-то, может, и решил снять кино, но ему для этого сначала нужно получить согласие тех, кто будет в этом кино, ну, как бы согласие непосредственных участников истории, то есть самих детей и их тренера. Если получит такое согласие, то кино, наверное, снимет. Поскольку история почти специально подобрана для кино, я думаю, кино будет очень выгодным, очень популярным и так далее. Дальше продолжим говорить о Трампе, его визите в Европу, но это уже будет в следующей части программы. Итак, поехали. Я думаю, кстати, если будут снимать кино по истории с выжившими в Таиланде детьми и с вытащенными из пещеры, то, скорее всего, школьников тайских заменят на американских, причем сделают не только мальчиков, но и девочек, причем мальчиков и девочек разных рас, чтобы не было потом ни у кого никаких вопросов. Поехали дальше. Главное, конечно, событие сейчас происходит в Брюсселе, где продолжается саммит НАТО, Североатлантического альянса, и там, конечно, Дональд Трамп зажигает огни. Он туда ехал с явным намерением устроить какой-то дебош, ну и, в общем, можно сказать, его получилось сейчас везде, во все телеканалы, все соцсети транслируют, беседут, если это можно так сказать, Дональда Трампа с Йенсом Столтенбергом, главой Североатлантического альянса. И Трамп так с нажимом, я бы сказал, дерзко, можно сказать, в стиле 90-х годов прямо наезжает на этого несчастного Столтенберга интеллигентишку и говорит ему, слышь ты, где деньги, почему никто не платит? Я вам охрану обеспечиваю, а вы мне не платите, гады такие. То есть это больше всего напоминало заявление, знаете ли, человека, который занимается рэкетом в 90-е годы, когда он приходит к какому-нибудь бизнесмену и начинает, раскидывая пальцы, объяснять ему, что тот, как говорится, кавычки открываются, неправ в натуре, кавычки закрываются. Столтенберг пытался там что-то объяснить, что, слушайте, ну мы там вообще вот пытаемся вместе, чтобы единство сохранять, Трамп ему говорит, нет-нет-нет, деньги где? Дело вот в чем, Трамп, есть очень интересная линия атаки на НАТО, она называется «Сами дураки». Дело в чем, он говорит, его в России, извините, не в России, в Америке обвиняют в сотрудничестве с Россией, и многие европейские союзники Америки обвиняют Трампа или заявляют о том, что он подозревается в сотрудничестве с Россией во время предвыборной кампании 2016. Трамп отвечает на это следующим образом, очень, кстати, умно, говорит, ну хорошо, мы, как Америка, платим 4% своего ВВП за расходы на оборону. На самом деле, конечно, меньше, чем 4%, но, в общем, он прав, больше всех остальных стран НАТО. А вы, НАТО, а вы, европейцы, платите гораздо меньше. Германия платит 1% своего ВВП, который существенно меньше американского. Трамп говорит, это нечестно. Это, во-первых, нечестно, потому что мы его сохраняем, а вы платите меньше, чем мы. То есть, теоретически, с точки зрения Трампа, Европа должна бы платить за охрану, а не Америка. А, во-вторых, Трамп говорит, ну смотрите, вы считаете, что на вас может напасть Россия, но европейцы с этим, в общем, согласны. Да, главная угроза для них, конечно, Россия. Если вы так боитесь Россию, то чего же вы, блин, с Россией подписываете контракты на поставку энергоносителей, и чего же вы платите России десятки миллиардов долларов за нефть, за газ, за прочее, за прочее. И мало того, что просто платите, вы еще и увеличиваете с ней сотрудничество, чтобы платить ей еще больше. Так вы, Трамп в каком-то смысле справедливо, да, может показаться, говорит. Слушайте, так вы хотите с Россией торговать и снабжать ее деньгами, или вы ее боитесь и хотите от нее защищаться? Потому что как-то странно получается. Вы ее боитесь, мы вас от нее защищаем, а тем временем вы ей деньги даете, как-то что-то здесь не клеится. На первый взгляд, для людей, которые как бы все воспринимают в лоб, действительно не клеится, как же так? Но на самом деле клеится тут многое. Я сейчас попытаюсь объяснить, почему Европа ведет себя так, почему она действительно меньше тратит на оборону, чем, скажем, Америка, и почему американцы должны, просто обязаны платить больше, чем европейцы. Дело в том, что США являются глобальной сверхдержавой, единственной в мире. Этот статус вынуждает их платить больше, но за то, что они платят больше, они получают очень много чего хорошего. Во-первых, обладая статусом единственной глобальной сверхдержавы, они могут проводить свою политику практически беспрепятственно, где угодно. А там, где им начинают препятствовать, американцы могут повлиять на всяких строптивых, нехороших людей, в том числе с помощью силы, чтобы обладать возможностью влиять на других с помощью силы. Для этого, собственно, Америке приходится платить много, чтобы поддерживать в мире, если хотите, американский порядок, вот тот самый ПАКС Американо, то есть американский мир. Конечно, от этого мира выигрывает не только Америка, выигрывает весь мир, который благодаря главенству США, на самом деле весь мир становится богаче, более открытым, более демократичным, более здоровым, более образованным и каким угодно. То есть это, в принципе, хорошо, что американцы правят миром. Ну, не напрямую, но, в общем, они правят миром. Но для Америки это тоже несет огромные выгоды. Первая главная выгода то, что американцы могут тратить сколько угодно денег, на что угодно, и деньги у них никогда не кончатся. Это по одной простой причине. Они могут брать в долг столько, сколько им понадобится, и всегда им в этот долг дадут. То есть им всегда найдутся люди, которые им одолжат эти деньги, причем, по сути дела, без процентов, просто дадут. Держите, американцы, наши деньги. Таким образом, США могут тратить сколько угодно денег. Да, и поэтому вот за все вот эти плюшки американцам приходится платить. В том числе обеспечивать безопасность абсолютно главного своего союзника, то есть Европейского союза, ну, как бы сказать, Западной Европы, да, в Россию не включаем, Украина, так сказать, на грани. Но, в общем, Европы, если исключить из нее Россия, Украина, ну, Белоруссия еще, наверное, вот за это-то и платят американцы, за существование себе подобных демократических стран, которых, если бы не было американцев, если бы не было американских вложений в оборону, то их бы давно схорчил бы еще, наверное, какой-нибудь товарищ Сталин, всю эту Европу, да. Но благодаря тому, что Америка вкладывала деньги в оборону, защищала этих стран, они стали союзниками, они стали, скажем так, оплотом США, американской политической философии, образа жизни в Европе, в ключевом регионе мира. То есть вообще весь мир благодаря этому сейчас такой, каким он является, а вовсе не, скажем, коммунистическим является, да. То есть платить есть за что. Кроме того, допустим, американцы, вот сейчас Трамп скажет, все, вы меня достали, не платите ни за что, я вот обиделся, короче говоря, не буду я тоже платить, сами себе обеспечивайте безопасность, я вот ухожу из Европы и не буду, как Америка, да, не буду больше гарантировать вашу безопасность. В этом смысле наверняка найдется кто-то другой, кто захочет эту безопасность гарантировать. Кто-то другой, кто захочет, по сути дела, быть главной военной силой в Европе. Скорее всего, это будет Германия. Ну, понимаете, даже если Германия не захочет стать такой силой, да, или то в Китае, Китае во всем мире захочет стать такой силой. Китай просто, ну, в открытую стремится к тому, чтобы стать мировым лидером 21 века. И с удовольствием он подвинет США с этого пьедестала и скажет так, вот раньше у нас был Пакс Американо, да, а сейчас будет, то есть американский мир, да, сейчас у нас будет мир китайский. И теперь вы будете ходить строем и слушаться товарищей в Пекине, а не каких-то господ в Вашингтоне. И вы знаете, я вот этого боюсь. Я не хочу, чтобы был у нас китайский мир. Меня американский полностью устраивает. Когда Дональд Трамп говорит, что, ой, нет, я вот это заплатить не хочу, мне это неинтересно, вот давайте я буду только об Америке заботиться. Вот Америка прежде всего, America first, он говорит, да. Вот я думаю, что это как бы понятное желание, но крайне недальновидное. Из-за таких желаний Америка может просто утерять свое влияние в мире. Сначала потеряет влияние, потом потеряет и экономическую свою силу, потому что люди уже будут с большей охотой одалживать тому, у кого будет больше авианосцев и больше ядерных ракет, чем тому, у кого их меньше. И у кого экономика, естественно, сильнее. Потому что если американцы сейчас отовсюду уйдут, то святое место пусто не бывает, его займут немцы, его займут китайцы, может быть, японцы какие-то, да. То есть появятся более мощные экономики, чем американские. Тем более уже даже считается, сейчас по прикидкам экономистов, даже без всяких войн, без всяких глобальных потрясений, китайская экономика примерно к 25-30 году она превысит по своим объемам американскую. То есть к этому все равно дело идет. Поэтому, знаете ли, то, что Дональд Трамп выговаривает европейцам за то, что они мало тратят на оборону, ну, слушайте, да, мало тратят. Ну, а благодаря этому у Америки есть вообще влияние какое-то. Хочет Америка распрощаться со своим влиянием? Пожалуйста, никаких проблем. Тогда потом не надо будет плакать. Хотя, кстати, сами европейцы, естественно, не хотят разрывать крепких, действительно, союзнических отношений с США, которые складывались десятилетиями, десятилетиями приносили плоды, не позволяли, там, скажем, коммунистам напасть на Западную Европу, не позволяли начаться каким-то глобальным конфликтам и так далее. То есть это были полезные, хорошие отношения. И то, что американцы платили, устраивает и европейцев тоже, естественно. Они не хотели бы отказываться от этого. Но если американцы будут ставить вопрос ребром, скажут, что вот давайте платить, ну, европейцы скажут, ну, ладно, хорошо, мы будем платить, но тогда нафига нам США, мы и сами о себе сможем позаботиться, и никто нам там не будет из Вашингтона окрики какие-то делать. Кстати, сегодня Трампа можно даже процитировать, да, он говорит, почему мы должны защищать Германию от России? Мы, США, платим огромные деньги за то, чтобы защищать Германию и Францию. Но при этом Германия покупает у России газ на миллиарды долларов ежегодно и зависит от нее. Это несправедливо по отношению к нашей стране и к нашим налогоплательщикам. Интересно ответил Трамп у министра иностранных дел Германии, его зовут Хайка Маас. Он сказал, что мы, то есть Германия, не являемся ни заложницей России, ни заложницей США. Да, мы являемся одним из гарантов стран свободного мира, таковыми останемся, и вообще мы будем независимую политику вести, и пускай американцы к нам не лезут со своими советами. Кроме того, этот глава МИДа немецкого добавил, что к 2024 году его страна на 80% увеличит расходы на оборону. От нынешних, надо полагать. Ну, знаете, что я вам скажу? Это все очень похоже на серьезнейший раскол в миропонимании, в мировоззрении, в философии устройства нашей планеты, нашего мира, Дональда Трампа и всех остальных участников НАТО. Если Трамп, по сути дела, считает, что каждый должен быть сам за себя, каждый за себя платить, и все должны платить одинаково и пользоваться одинаковыми правами, США, то все-таки европейцы, и плюс Канада, конечно, они считают, что все должно быть устроено несколько иначе. В Америке огромные привилегии, огромные перференции, за которые она должна и платить. Все-таки мир у нас сейчас американский, а не немецкий. Но если все будет продолжаться и дальше, в том же духе, то раскол будет все серьезнее и серьезнее, и я боюсь, что на каком-то этапе может произойти, все, как кто-нибудь, может быть, знает сериал «Окупация», где в самом начале, в первой серии США выходит из НАТО, и Россия тут же захватывает Норвегию просто военными силами, и никто ничего сделать по этому поводу не может. Надеюсь, что до этого, конечно, не дойдет, никто Норвегию, несчастную, эту замечательную страну не захватит, но то, что Трамп ведет к делу, к выводу своей страны из НАТО, мне кажется, абсолютно очевидным сейчас. Я думаю, вот смотрите, ту крайне неприятную беседу, которую мы видели, это же она была для прессы, то есть это на людях все было, да, я имею в виду разговор Трампа и Столтенберга. Столтенберг — это генсек НАТО. А представляете себе, что там за закрытыми дверями творилось? Как Трамп наезжал на Меркель, как он наезжал на того же несчастного этого Столтенберга? Мне их прям жалко, но он наверняка, я не знаю, кидался ли он в них ботинками или бил их стульями, но я такого исключать не могу. Он же просто человек очень странный и с очень странными реакциями на внешние раздражители. Я думаю, что сейчас, после вот этого саммита НАТО в Брюсселе, немцы, те же норвежцы, канадцы. Помните, канадцев Трамп обзывал последними словами на недавнем саммите G7, то есть большой семерки. Они задумаются о том, что на все... Слушайте, а может, нам стоит сделать какой-нибудь альянс военный без Америки, потому что на Америку уже положиться будет сложно. Посмотрим. Не знаю я, будет ли что-то подобное создано. Конечно, никто не может этого сейчас сказать, но сам, знаете, сам факт того, что мы сейчас об этом говорим, это свидетельствует об очень серьезном кризисе. Кризисе западного мира. Кризис этот начался не в результате каких-то глубинных причин, а в результате того, что к власти в США пришел очень странный кекс, который сейчас вытворяет черт знает что. Да, и у Трампа следующий номер его, так сказать, европейской программы, европейского турне – это визит в Лондон, в Великобританию. Там будет государственный визит. Это самая высшая, скажем так, разновидность визита иностранного лидера в какую-либо страну. Он проведет в Великобритании три дня. Там же встретится с королевой, встретится с премьер-министром, съездит в другой город, кроме Лондона. Он поедет в Шотландию, на север Великобритании. Там сыграет в гольф на каком-то там поле замечательном и так далее. Но самое интересное тут немножко другое. Трамп перед своей поездкой сказал, что… Кстати, там наверняка будут вопросы НАТО обсуждаться, вопрос того, что делать с НАТО, как быть с НАТО. Тут очень интересная штука. Трамп своим визитом, по сути, я уж не знаю, вольно или невольно, но он действительно вклинился в британскую абсолютно внутреннюю политику, во внутренние дела Великобритании. Сейчас поясню. Он в очень плохих отношениях, я имею в виду американский президент, премьер-министром, действующим премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Он эту Терезу называл злобной школьной училкой. Причем это было совсем недавно на саммите Большой Семерки. То есть, ну, можно понять, как он к ней относится, ну, и заодно, как она к нему. Потому что, я думаю, никакой человек, уж тем более женщина, не будет в такие, знаете, эпитеты в свой адрес абсолютно пропускать мимо шеи. Мне кажется, это просто неприятно будет кому угодно. Мне было бы неприятно, если бы меня так обозвали. В общем, я думаю, что Тереза Мэй не любит Трампа, он ее тоже не любит. Зато вот к Борису Джонсону, которого Тереза Мэй недавно, по сути дела, уволила, у Трампа очень хорошее отношение. Трамп сказал, что это мой друг Борис, и я с ним буду вести переговоры, и вообще желаю им всяческих успехов, и вообще мими-ми-сю-сю-сю. Трамп очень почему-то любит Бориса Джонсона. О том, как Борис Джонсон относится, правда, к Трампу, тут это отдельная история. Я, может быть, даже сейчас попытаюсь найти парочку цитат. Но пока у нас будет небольшой перерыв, новости рекламы, послушайте. Действительно, Иван Яковлев, я рассказывал о том, как Трамп и Борис Джонсон относятся друг к другу. Небольшая деталь. Джонсон во время предвыборной кампании 2016 года обругал Терезу, извините, обругал Хилри Клинтон. Он сказал, что Джонсон вообще замечательный такой оратор. Сказал, что Хилри Клинтон ходит с крашенными светлыми волосами. У нее тонкие губы, стальной взгляд голубых глаз. Она выглядит точно как садистка-медсестра из сумасшедшего дома. Как мы понимаем, не самая лестная характеристика в адрес кандидата на пост президента от Демократической партии США. Возможно, именно поэтому Трамп решил, что Борис Джонсон хорошо к нему относится. Что Борис Джонсон считает Трампа тоже своим другом. Но Борис Джонсон, острый на язык, в свое время как-то сказал, что, цитату, вот просто цитату дам о Трампе, «Ошеломляющее невежество Трампа демонстрирует, что у него явно съехала крыша. Откровенно говоря, он совсем не годится для исполнения обязанностей президента США. Кроме того, Джонсон как-то сказал, что с удовольствием, с большим удовольствием показал бы Трампу Лондон, но не хотел бы подвергать своих земляков беспричинному риску встречи с Дональдом Трампом». То есть, по-моему, из этих двух цитат можно сделать вывод, что Борис Джонсон считает Трампа, в общем-то, идиотом. И, видимо, правильное дело, потому что Трамп все равно хочет с ним встретиться, несмотря ни на что. Ну, Трамп просто еще очень сильно любит Брексит, а Борис Джонсон является, может быть, главным сторонником Брексита, самым громким, по крайней мере, Великобритании. Так вот, Трамп собирается провести встречи двух сторон, вернее, в Лондоне его почти не будет. Дело в том, что в Лондоне пройдут гигантские манифестации протеста против приезда Трампа. Там очень многие люди недовольны его визитом. Из-за этого Трампа будут таскать по разным замкам и поместьям за пределами Лондона. Ну и сказал уже, что небольшая часть его визита будет вообще в Шотландии, то есть довольно далеко от столицы Великобритании. В самом Лондоне он там переночует один разок и встретится с королевой. Все, на этом лондонская часть его визита будет полностью закончена. Сама, кстати, королева долго пыталась отбрехаться от встречи с Трампом, но ей по должности обязана полагаться. Вообще-то она не хотела с ним встречаться. Еще что интересно, во время визита Трампа в небе над Лондоном будет огромный надувной шар такой висеть в виде, собственно, Трампа в подгузниках, изображенного таким, знаете, маленьким дурным ребенком. На Западе вообще очень любят сравнивать американского президента с младенцем, который заперт в теле 70-летнего старика и каким-то случайным образом попал в руководство главной мировой державы. Не знаю, мне кажется, немножко за уши придянутое сравнение, но понятно, о чем оно. Ну и Трамп, понятное дело, не хочет, чтобы его фотографировали на фоне вот этого летающего младенца, изображающего его самого, поэтому он, видимо, и будет торчать где-то за городом весь свой визит. Я уж не знаю, кстати, действительно очень интересно, как он будет разговаривать с Терезой Мэй, с которой, как я сказал уже выше, у нее очень плохие отношения. Во-первых, не ясно на личном уровне, как они будут выстраивать разговор после того, как он ее обзывал последними словами. Это первое. Второе, не очень понятно, будет ли Тереза Мэй премьер-министром на момент приезда Трампа в Лондон, потому что у нее сейчас ситуация очень тяжелая. Естественно, все это связано с самим Борисом Джонсоном, который уволился, то ли сам уволился, то ли она его уволила, потому что Джонсон, как я понял, сел писать письмо, кстати, шикарное письмо, исполнение письма очень красивое, о своем увольнении. Но пока он его писал, из офиса Терезы Мэй пришло объявление о том, что он уволен, то есть не успел он даже дописать своего письма. Там суть разногласий в чем? Он в том, что Тереза Мэй хочет сделать так называемый мягкий Брексит, то есть Брексит, когда у Соединенного Королевства и Евросоюза останутся некоторые общие институты судебные, например, и общий таможенный союз в них будет, и плюс некоторые правила, законы и так далее тоже будут общими. Борис Джонсон считает, что подобная схема — это фактически колонизация Великобритании Евросоюзом, и он категорически против высказывается, он хочет, чтобы Британия и Евросоюз были разорваны, вот что называется, по-живому, чтобы полностью все связи между ними прекратились, ничего общего у них не было, и заново все отношения выстраивались заново. Тереза Мэй очень боится, что это привезет, и не только она, но и в Брюсселе люди очень боятся, что это привезет к колоссальным экономическим потерям и к проблемам внутри Евросоюза, и к проблемам внутри Великобритании, к росту популизма и так далее, но Джонсон говорит, что это все фигня, и надо все равно это делать, потому что то, что сейчас предлагает Тереза Мэй, с его точки зрения, это профанация и суррогат Брексита, а вовсе не сам Брексит. На этой почве они поругались, плюс еще такая интересная деталь. В 16-м году, когда Тереза Мэй стала премьер-министром Великобритании, вообще-то эту должность должен был занять Борис Джонсон. Он человек уникальный, очень умный, очень языкастый, с очень острым умом, всех вокруг он считает идиотами и ничтожествами, у него комплекс чужой неполноценности, как мне кажется. Он считает, что он-то идеальный человек, а все вокруг разная степень дерьма, а не люди. Вот такой план человек. А Тереза Мэй, в свою очередь, очень скользкая, холодная, такая, знаете, змея или угорь. Ядовитый угорь, наверное, самое правильное сравнение будет. Она офигенная интриганка, но при этом как политик вообще никакая. Она не умеет управлять стороной, по сути дела. А Джонсон, да, он лидер, он такой, знаете ли, боевой. В интригах он политических не очень силен. Но, тем не менее, ему хватило ума сделать вот эту всю ситуацию, подставить Терезу Мэй. Сейчас вполне возможно, что будут досрочные выборы в Великобритании, и уж наверняка поменяется премьер-министр. Дело вот в чем, сейчас объясню. Сейчас значительная часть консервативной партии, то есть Тори, выступает против Терезы Мэй и ее вот этого мягкого Брексита. Соответственно, эти люди готовы сделать все, что угодно, лишь бы вот этого мягкого Брексита не было, потому что они считают, что исторический момент, судьба Родины решается и так далее. Поэтому, если вопрос станет так, стоит ли выкидывать Терезу Мэй из премьерского поста, чтобы не допустить мягкого Брексита, то я думаю, они ее выкинут. То есть, для этого, что надо сделать, они должны собрать 48 голосов парламентариев, депутатов парламента, проголосовать за смену лидера в консервативной партии. Лидером этим новым, естественно, вы уже, наверное, догадались, скорее всего, будет Борис Джонсон, больше некому. В 2016 году он не стал премьер-министром как раз вследствие такой, знаете, целый паутиный интриг, устроенный как раз Терезой Мэй. Я сейчас уже даже и детали не помню, как именно она это все провернула, но я помню, тогда я читал, я прям восхищался, думаю, ну ничего себе, его дает тетка, это ж надо так вот всех подставить, всех заставить, всех прошантажировать, кого надо, кого надо умаслить, и вот теперь она стала премьер-министром. Феноменальная женщина в этом смысле. Но как лидер страны, она, в общем, не какая, это совсем не Маргарет Тэтчер. Так вот, сейчас Борис Джонсон пустил торпеду в борт Терезе Мэй, ее правительству, и, скорее всего, да, это правительство распадется, погибнет, и надо будет делать новое. Если новым лидером консервативной партии станет Борис Джонсон, то с большой вероятностью он же станет и премьер-министром, но это уже если тогда сторонники мягкого Брексита не будут против. Другой вариант, если консервативная партия просто расколется на два непримиримых лагеря, в этом случае придется объявлять новые выборы в парламент. Это уже будут третий выбор за последние три года. Для Великобритании невероятное достижение. Такое там редко, крайне редко происходит. Я на моей памяти такого не был вообще никогда, чтобы за три года три раза были выборы в парламент. Но если эти выборы пройдут, тут уже начинается еще более интересная история. Дело в том, что на место премьер-министра уже давно и не без успеха облизывается Джереми Корпин, глава Либористской партии. Это тоже такой интересный дядя, знаете ли, он социалист, обещает всем халяву. Я, в общем-то, сам придерживаюсь, наверное, скорее левых убеждений, чем правых, но вот таких людей, как Корпин, не очень люблю, потому что он явно мухлюет и не договаривает, потому что он обещает просто, как, знаете, фокусник из шапки вытаскивает зайцев, так Корпин собирается также из шапки вытаскивать деньги и всем их раздавать. Это, знаете, такой человек очень злой, видно по его физиономии, бородатый старикашка, в каком-то неопрятном дырявом свитере, брыжущей слюной, и все там взять, поделить. Вот если Джонсон, да, он считает всех людей, как бы сказать, говном, в общем, вокруг себя, а Тереза Мэй считает всех людей просто пешками в своей игре, а вот Джереми Корпин считает всех людей просто расходным материалом для своего восшествия во власть, то есть у него люди, как мне кажется, вообще дегуманизированы. Но, тем не менее, он собирается за счет вот этих обещаний раздать всем халявы, он довольно успешен. Вы знаете, на последних внеочередных выборах, созданных для того, то есть созванных для того, чтобы прогнать Корбина, загнать его в подполье, он там мало что не ушел в подполье, он серьезным, существенным образом нарастил присутствие лейбористов в парламенте. Раньше лейбористы, помните при Тоне Блэре, какие были, подтянутые, молодцеватые, с белозубыми улыбками, красавцы удалые, и такие же и девушки у них были, вот просто загляденье, как люди будущего. А сейчас это какие-то хипстеры в очках, там в растянутых свитерах, какие-то веганы, какие-то фанаты йоги, еще вот публика, вообще на нее смотришь, просто страшновато становится. Но все эти люди верят в то, что вот сейчас, сейчас, сейчас обещание всем халявы, нашу жизнь изменит серьезным образом в лучшую сторону. И таких людей все больше и больше, даже в Киеве их полно уже стало, прости господи, в Лондоне так вообще, они там на каждом шагу. И вся эта публика сейчас пойдет и проголосует за своего лидера Джереми Корбина, и мы получим английскую, советскую, социалистическую республику. Вот тогда мы, конечно, все попляшем. Кстати, Корбин является большим врагом идеологическим, политическим, мировоззренческим Соединенных Штатов Америки. Он говорит, что это капиталистическое гнездо, которое необходимо там разрушить, разворошить и так далее. То есть, с его точки зрения, любой бизнесмен, особенно крупный бизнесмен, должен страдать и платить. Платить и страх. Больше от него ничего не требуется в этой жизни. Поэтому победа Джереми Корбина означает проблемы между Великобританией и США. Проблемы между... Кстати, наверняка будет выход Великобритании уже из НАТО в этом случае. Начнутся проблемы у Великобритании с США и с Евросоюзом, потому что Евросоюз Джереми Корбин тоже не любит. Он считает, что Евросоюз это скопище бюрократов и капиталистов, захвативших власть над простым трудовым народом в Европе и так далее. То есть, там тоже идея, ого, просто забористая, как прям космос. Я боюсь, что если всякие Корбины вот такие придут в власти к Великобритании, там тоже ничего хорошего не будет. То есть, понимаете, сейчас есть лживая насквозь интриганка Тереза Мэй, которая не умеет управлять страной и довела ее до каких-то просто глубочайших низов в плане политической стабильности, когда и Брексит произошел, Шотландия рвется на улицу, и Корбин этот рвется во власть, и консервативная партия оказалась на грани раскола. Дальше. Борис Джонсон, который эго-маньяк какой-то, любит только себя, считает всех остальных людей какими-то недоумками. Ну, это хотя бы умный, у меня он симпатичный, потому что вот красиво говорит, зараза, умный человек, яркий, эксцентричный. Ну, хотя да, если бы я с ним встретился, то я думаю, он бы пару ласковых и мне бы отвесил. Ну, и последняя опция этот сумасшедший социалист в грязном дырявом свитере по имени Джереми Корбин, который хочет все взять и поделить. Вот такая сейчас у Великобритании политическая повестка дня открывается, и такие радостные перспективы. Я думаю, что, знаете, все это может очень плохо закончиться. Ну, и самое главное, насладкое, после всего этого, после встречи с этими замечательными людьми, Дональд Трамп отправляется в Хельсинки на встречу с своим московским другом Владимиром Путином. До чего они договорятся там? Я уже даже боюсь себе предположить, глядя на то, что сейчас происходит в Брюсселе и в Лондоне. Но я думаю, что хорошего нам ожидать ничего не стоит. Тем более, что сам Трамп сказал, что это будет самая простая часть его визита, самая, пойдешь, ты простая. О том, как она сложилась и чем это всем нам грозит, я уже расскажу на следующей неделе. А сейчас я буду с вами прощаться, да пребудет с вами сила. Пока-пока. Радио МВР